Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Просто о вере». Я ведущий, протеерей Иоанн Мохов. В нашей передаче мы сегодня в эти небольшие 25 минут коснуемся одной важной темы, которая, к сожалению, в той или иной мере коснется в ближайшее время каждого из нас. Ну, может быть, если не нас, то рядом с нами. Это вот отношение к болезни. В школе зима, и с этим мы сталкиваемся. Как надо к православному человеку к болезни относиться? Всегда ли это благо? И всегда ли это зло? У нас сегодня православный эксперт, отец Александр Дикушин, наставитель храма Божией Матери Скоропослушницы, что находится рядом с больницей Пирогова. Отец Александр, здравствуйте. Отец Александр, ну вот, учитывая то, что вы у нас фактически медицинский врач, находитесь на территории, ваш храм находится на территории больницы, вы сталкиваетесь постоянно с больными, то, наверное, вы в первую очередь сталкиваетесь с вопросами, с таким, когда вот люди приходят к вам или вы к ним, ну, за что меня Бог наказал? Вот и вот вопрос, болезнь – это наказание Божие все-таки. Как к этому относиться? Ну, прежде всего, наверное, откоснуться такого момента, что Бог, он все-таки никого не наказывает. Бог – это премудрый врач, который исцеляет каждого человека. Вот какие средства для этого используются, они бывают разные. В том числе, одно из этих средств – это болезнь. Тут имеется в виду, конечно, духовное исцеление человека. Потому что, да, многие люди задаются таким вопросом, за что Бог меня наказал? Почему вот я болею, собственно говоря? Вот моя соседка, она там такая негодяйка, но она здорова абсолютно. У нее там все и почки здоровы, и печень здоровы, а я вот страдаю, и вроде как ни за что. Но на самом деле болезнь, болезнь – это и есть проявление любви Божьей к человеку. Как это, может быть, не парадоксально звучит? Как может болезнь быть проявлением любви? Ну, Господь, давая нам вот это искушение, воспитывает в нас очень важное чувство, без которого невозможно спасение. Просто однозначно. Все святые об этом говорят, что без смирения спасение быть не может. То есть смирение и терпение. Вот болезнь, она очень сильно этому способствует. Потому что часто бывает ведь так, что человек, пускай даже состоятельный, имеющий хорошие средства, хорошие связи, но заболевает и болезнь такого характера, что медицинские средства не могут поправить положение существующих вещей. И глядишь, человек обратится к Богу, задумается, почему с ним это происходит. Потому что ведь болезнь есть и тоже определенное следствие. Следствие нашей неверной духовной жизни. Следствие наших ошибок духовного порядка, которые мы совершаем в своей жизни. То есть ведь заповеди — это вот не есть какой-то запрет и ограничение, которое Бог спустил там сверху. Вот человек, мучайся. Вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Почему? Почему? Это ограничение. Это ограничение и предупреждение прежде всего. Смотри, человек, не делай себе зла. Не делай себе зла. Потому что неминуемо, если ты походишь по битому стеклу, по горячим углям, да, в итоге тебе будет плохо через это. И болезнь, болезнь часто бывает следствием нашей неверной духовной жизни. А Господь попускает это для нашего вразумления часто. Просто, чтобы человек обратился и посмотрел, чтобы человек одумался, чтобы не было с ним еще чего-то большего, еще чего-то худшего. А часто, часто, очень часто болезнь удерживает человека от совершения каких-то определенных грехов более тяжких. Вот в чем дело. Человек ограничен. Понимаете? Вот, к примеру, есть у меня грех чревоугодия. Люблю я вкусно поесть. Ну вот что тут со мной сделаешь? Ничего не сделаешь. Бац, а у меня гастрит. Хочу есть. Не могу. Боль, там все дела. Ничего не могу. Лечусь, а врачи говорят. Знаешь, друг, соблюдай диету. Я в ужасе. Я бы таблеткой бы напился, укол, лишь бы это прошло. Нет. Диету соблюдай. Вот видите как. Медицина об этом говорит. То есть, это же благо христианства ни от чего человека не ограничивает. Пожалуйста, ешь, не объедайся. Никто же не говорит, не пей, не напивайся. Вот в чем дело. То есть, болезнь на самом деле, это благо для нас. В любом случае, это для нас благо. Другой вопрос, наше отношение к этому. Если мы воспринимаем это как истинное благо, пользу для самого себя, тогда и будет нам польза. Отец Александр, вот давайте теперь спросим тоже у наших самарцев, они как к этому относятся. Мы тоже спросим вас, дорогие наши телезрители, а считаете ли вы болезнь благом или все-таки нет? Ну, кто его знает. Болезнь, она, конечно... Ну, может быть, просто, как говорят, как Бог даст. Вот это благо. Разрешил он нам подольше жить. Вот я, слава Богу, в 77-й год мне, я хожу без палочки. Это уже благо. Хотя, конечно, уколы делаешь и все, ну, периодически. Вот это я могу сказать. А так, я, конечно, недисциплинированная, лечусь плохо, обращаюсь к врачам слабо. Все своим способом. Вот так получается. Ну, болезнь, она никогда, это, так, просто так не, это самое, не бывает. Она от чего-то появляется. Или от жизни какой-то такой бурной, или там, или вот это самое. Так что болезнь, она есть болезнь. Как можно ее во благо-то, я не знаю. Да, болезнь, она всегда переосмысливает. Это я на себе знаю. Болезнь переосмысливает. Ну, насчет того, что, как люди считают. Ну, от своего, как говорится, понятия так и считают. Кто считает, что благо, кто считает, что наказание. Но болезнь, что переосмысливает, это точно. Ну, вот смотрите, иногда так бывает, что человек думает. Вот мой сосед пьет, гуляет, или соседка, например, и ничего не болит у нее. Вот почему вот у другого хорошего человека вот какая-то очень страшная болезнь. Вот как вы к этому относитесь? Ну, трудно сказать, почему. Тут же очень много. Это и наследство, и прочее. Так, это очень сложно сказать. Ну, я думаю, что те, что гуляют и пьют, они как бы анестезию просто принимают. У них так же все болит. Анестезию они принимают и считают, что у них ничего не болит. Зло. Все равно зло. А почему вы так считаете? Ну, человек родился для того, чтобы жить, чтобы получать удовольствие, делать какую-то пользу, приносить пользу. А болезнь ему не позволяет это делать. Не каждый сможет бороться с этим. Не каждому дано. Силы дух, может, не хватает. Сила воли. Поэтому все равно это в любом случае, это зло. Он бы мог сделать гораздо больше, если был здоров. Так же. Хорошо, если дано от Бога, да? А если этого нет, ну, это судьба просто. Это зло для человека, я считаю. Что нужно просто болезнь по поступкам, скорее всего. Человек, если совершает хорошие поступки, положительные, соответственно, и Бог вряд ли наградит его какой-либо болезнью. Вот я так считаю. Ну, вот зачастую так бывает, что человек, например, говорит, вот кто-то там, мой сосед, пьет, гуляет и так далее. И ничего у него не болит. А вот я такой хороший человек, я болею. Почему, вот как вы думаете, так бывает? Ну, это, наверное, свыше нам дано. Поэтому мы не решаем и не за того человека, который пьет, или тот, который хорошо везет. Это судьба. Я думаю, что это судьба. Как у всех разная судьба. Поэтому мое мнение такое. Отец Александр, вообще, конечно, отношение к болезни навсегда, даже в разных источниках, у святых отцов, оно, как кажется, человеку светскому, пришедшему со стороны, в какой-то степени диаметрально разным. Вот наш, дай Бог, будет когда-то прославлен, владыка, митрополит Мануэль Лемешевский, он пишет в своих дневниках, что блажен тот человек, которого Господь постиг раком, онкологическим заболеванием. Видя в этом то, что человек сумеет подготовиться к жизни вечной. В то же время некоторые святые, они даже сами себе просят болезни. Ну, взять, допустим, самую, наверное, сегодняшний день, известную для большей части наших православных россиян, и даже за рубежом, такую личность, как Серафим Саровский. Он попускает, чтобы на него напали разбойники, бандиты, нанесли ему вечи, которые, ну, в кавычках, несовместимы с жизнью, он выживает, остается при этом коллегой, болезнен, она преследует всю его жизнь. Вот, он Бога за это благодарит. Там в Росте Оптинске, вообще старт с Оптинске, часто мы сталкиваемся с тем, что они просят себе болезни и молятся не о том, чтобы Господь их оградет болезнь, одаровал, но человек несет на себе вот болезнь. А Ветхий Завет, такая вот очень сложная, ну, духовно проникновенная личность, и его многострадальна, уж кому, как не ему, знает, что такое болезнь, но Господь его исцеляет, дает жизнь. Сталкиваемся с тем, что порой люди приходят и говорят, допустим, такой пример, как человек, ну, добродетельный, человек благой, и, скажем там, ну, например, многодетный отец или мать, там, большого семейства, и вдруг такая болезнь, которая ведет только финал. Ну, то есть, врачи бьются, прилагают усилия, человек-то в храм ходит, и вот почему такие разные совершенно и ответы на эти вопросы, которые у святых отцов мы сталкиваемся и видим, есть. И в то же время отношения должны везде сохраняться одно – доверяемся мы Богу, зная, что премудритворец, он ведет человека той дороги, которая нужна. Вот, ну, такой даже вот момент, вот, как мы коснулись человека, что Бог удерживает от чего-то. Ну, если вот, допустим, посмотреть, ну, опять же, вот православная семья, там, ну, мать десятерых детей, да, и вдруг онкология. Вот, она подвижница, она и детей воспитывает, и благочестивая христианка, и храмы, и посты, и все соберет, ну, вот Господь посещает. Почему ее Господь забирает? Вот в это касалось бы совершенно неудобное время, остаются малые дети, примерно. Или, как вот говорили в самом начале, там, а за стеной, там, кто-то скажет, а за стеной, там, пьяница горький, ему все хорошо и не почувствует. Но эти наши суждения возникают только из-за того, что мы не видим полной картины, понимаете. Как мы видим плоскусную картинку, да, ну, это грубо, конечно, я все очень скажу, но Господь видит трехмерно, понимаете, трехмерно. То есть мы видим только с одной стороны, думаем, почему так, почему так, вот почему Господь забирает род человека самого наиболее лучшего, да, который действительно старается жить по-христианству, у него дети. А потому что есть от этого большая польза. И не только для него, а для его, даже для его близких. Для них вроде бы горе, что такое, да, близкий человек уходит. А через это, через это они обращаются к Богу. Потому что Господь ведет каждого человека своим премудрым путем. И нам с вами рассуждать вот на эти темы промыслов Божьих очень сложно, понимаете, можно сказать, даже невозможно. Нашим человеческим умом вот этот Божий промысел, премудрый, его постичь и понять до конца. Но на самом деле часто бывает так, особенно вопрос такой возникает, когда умирают, болеют, гибнут дети, да. Это вопрос вообще такой очень сложный возникает. Как же, почему это происходит? Мне нравится, пример такой приводит профессор Московской духовной академии, семинарии профессора Алексея Ильича Осипова. В горах идет группа. Группа идет, условия очень тяжелые. Холод, снег, ненастье. Им надо дойти до спасительного пункта. Никто не знает, смогут они дойти или не смогут дойти. Если не женщины, а дети. Вдруг вертолет подлетает. Могут взять только троих. Кого берут? Детей женщину берут. Как наиболее слабых, когда есть сомнение, что они смогут дойти. Вертолет забирает их. Все, они уже спасены. А группе еще идти. Вот в этих сложных условиях. И неизвестно, кто из них спасется. Вот. Ну, идеи, наверное, все-таки понятны. Да, конечно. Отец Александр, касательно болезни. Вот сталкиваетесь вы с этим напрямую, непосредственно, как духовный врач в стенах больницы. Потому что, я думаю, вас приглашают не раз. Какой лучший совет дать человеку, который постигл болезнь? Ну, он оказался в больнице или дома, приколан к постели. Вот рекомендация православного священника. Ну, прежде всего, в любом случае, болезнь, тем более тяжелая болезнь. Если человек попал в больницу, да, надо переосмыслить свою жизнь. Как я живу? Для чего я живу? Почему я живу? Как я жил до вот этого момента? И как я собираюсь жить вот с этим и после этого? Вот в чем дело. Потому что многие люди, да не многие, почти все не задумываются. Не задумываются ни о чем. Ну, просто живут. Просто живут. Ну, жизнь вот она дана нам, а и мы живем. И все. А когда вот на нас наступает болезнь, тут мы чувствуем вот это самое дыхание, дыхание приближения конца. Смерти. Даже, возможно, оно не объективно. То есть врачи говорят, ничего, ты поправишься, все будет нормально. Но у человека все равно уже подсознательно возникают такие мысли. И на самом деле это очень благостные мысли. Очень благостные мысли. Потому что святые говорят, блажен тот, кто думает о смерти, помнит о смерти постоянно, что она будет. Этот предел наступит. А болезнь исключительно этого способствует. Какой совет? Ну, прежде всего, наверное, это принести покаяние. Я имею в виду, конечно, человеку все-таки верующему, православному, да? Не чуждому это. Понимает. И, ну, я вот по себе даже могу судить, особая потребность в покаянии есть тогда, когда ты заболеваешь. Ты чувствуешь. Ты чувствуешь, что ты хочешь принести покаяние. Потому что все может быть. Все может быть. И жизнь имеет действительно свой предел земная. И какими мы войдем туда, какими мы войдем в вечную жизнь, зависит от того, как мы провели земную жизнь. Мы же знаем, кто первый в рай это вошел. Разбойник. Разбойник, у которого руки по локоть в крови были. Ну, он просто действительно принес истинный плод покаяния. И, конечно же, какой совет еще? Терпение. Потому что ведь существуют немножко разные градации терпения. То есть первая градация – это как бы терпеть, просто не выливать ни на кого вот это свое раздражение, да? Своё вот это чувство, что я вот такой несчастный, да? Это тоже терпение. Вторая градация – это когда мы, как вот этот правый разбойник, говорим вот эти слова. Достойные по грехам нашим получаем. Достойные. То есть мы совершили ошибки. Ошибки духовного плана. Ошибки телесного плана. И мы видим результат. Как нарушение физических законов, да, влечет травмы, там, переломы. То же самое и духовных, абсолютно. Вот он, достойный результат. То есть это надо признать. Не Господь тебя, а ты сам себя. И третья градация. Ну, это что для нас, конечно, она, так сказать, может быть, не такая доступная. Ну, мы все должны об этом знать. Благодарю тебя, Господь. То есть благодарить за болезнь. Как вот мы правильно сказали, что святые люди, там, Серафим Саровский, многие, 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 они именно благодарили за болезнь Господа. И сами даже желали, просили этого для себя. Но для нас, конечно, это пока уровень слабодостижимый. Алексей Александрович, давайте мы врачей тоже немножко поспрашаем наших, обратимся лицом сейчас через сюжет в больницу и после этого вернемся в студию. Безусловно, при постановке диагноза всегда, тем более страшного диагноза, возникает состояние шока, состояние страха. И в зависимости от нервной системы, да, идет реакция на болезнь совершенно разная. Самое опасное, ну, самое опасное, когда идет отказ от того, что нет ничего, то есть анагнозическая реакция на болезнь, то есть у меня нет болезни, я здоров. Обратная ситуация, это когда человек впадает в тревогу, когда человек впадает в депрессию. Это обратная ситуация. Нам нужно помнить, что тревога и депрессия отягощают течение любого соматического заболевания. За счет того, что идет выработка гормонов, за счет того, что напрягаются наши мышцы, за счет того, что организму приходится ресурсы свои тратить не на решение проблемы, связанной с здоровьем, а еще силы, которые идут на нервную систему. Здесь нужно и смиряться-то нельзя, и анагнозию нельзя включать, что называется, да, а адекватно по ситуации, что я могу сделать для того, чтобы предотвратить, то есть включаться в действие. По сути, хорошее высказывание, агрессия – лучшая защита от депрессии, но агрессия, мы не будем тут понимать, как зло, да, как таковое зло, а агрессия именно внутри себя «не дам», «не сдамся», «не поддамся», то есть действие. И близкие должны в этом поддерживать, потому что работая в кардиоцентре, я очень часто сталкиваюсь с тем, что наши больные, приходя на ту же операцию, боясь той же болезни, они встречают это подбадривание ненужное от своих близких, они тратят еще на то, что нужно оправдаться перед близкими, это тоже занимает огромное количество сил. Поэтому близким надо уметь слушать и находить нужные слова, поддерживать человека в данной ситуации, а самому больному не сдаваться, находить способы для преодоления данной проблемы. Отец Александр, под конец уже передачи такой сложный вопрос. Бывает так, что человек сталкивается с болезнью очень сложной, и финал болезни неизвестен. И врачи, конечно, не нам их судить, но вообще вот как бы правильно ли это, врачи часто от человека скрывают то, что они видят. Ну, то есть, по их показаниям, понятно, мы знаем, что у Бога всего много, но по анализам видят, что неутешительный результат, ну, вот, и человек обнадеживает. Он говорит, ну, в принципе, вот, все нормально. Родственники могут сказать, что все ненормально, все очень плохо, все очень печально. Вот правильно ли это? Вот по-христиански. Вот каждый из нас может столкнуться с какой-то такой болезнью, если Господь попустит, которая приведет, так сказать, к какому-то, ну, раннему, скажем, завершению нашего земного существования. Вот какая должна быть позиция вообще у православного врача и вообще какая должна быть у нас должна быть позиция к этому? Я должен узнать, я должен жить в неком неведении блаженном, надеясь, надеясь, еще раз надеясь. Позиция должна быть рассудительной, прежде всего. Конечно же, у нас должна царить любовь. Об этом уже говорили. Поэтому взять и человека там огорошить, да, сказать, дружок, все, ты умрешь вот буквально вот-вот. Для человека это может быть таким ударом, что сколько мы знаем примеров, и они есть, люди кончают жизнь самоубийством. А это страшно, на самом деле, это страшно. Поэтому сказать обязательно нужно. Человек должен знать, но вопрос, как это сказать, как это преподнести, понимаете? Конечно же, наверное, в первую очередь, если есть такая возможность, человек от близких это должен узнать. От близких. Очень осторожно это должно быть сказано. С пониманием, понимаете, с любовью, с состраданием, чтобы человек не отчаивался, не отчаивался ни в коем случае. Потому что же можно огорошить человеку, сказать, ну все, все, тебе осталось жить месяц. Как месяц? Я-то думал, я еще буду сто лет жить, понимаете? Тут надо осторожно человеку к этому подвести. И когда ты человек к этому подвел, надо дать человеку опять шанс, понимаете? Шанс, чтобы что-то изменить. Не просто так, человек просто отчаивается. А что делать? Объяснить ему, что есть шанс изменить свою земную жизнь, даже за короткий период времени. Чтобы кардинальные изменения пришли. Что человек, опять же, открыть вот эту тайну, если человек не знает. Что человек не умирает. Что личность человеческая, она неистребима. Что человек в любом случае живет вечно. Но какая для нас будет эта вечность в дальнейшем, зависит вдруг от того, как ты к этому сейчас отнесешься. Как? Отчаишься или нет? И давайте мы тоже подведем некий итог передачи. Болезнь, она может послужить нашим благом. Для нас благом. Для близких нашим благом. Потому что кто-то, посмотрев на то, что где-то происходит рядом нечто, к сожалению, увы, часто обыденное, но не очень хорошее, может о чем-то задуматься. И будем стараться, конечно, стольмиться к тому, чтобы вот в этих позициях мы не раздражались, никого не ругали, умели терпеть, умели Бога благодарить за все, что Он нам не посылает. Всего вам доброго, храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok